К другим темам жители Павлодара страдают от насекомых. Теплое время года только наступило, а город уже атаковали комары и мошки. Коммунальщики говорят, что провели обработку от гнуса, но Лидию им не верят. Подрядчики объясняют огромное количество насекомых нехваткой денежных средств. Наши корреспонденты тоже оказались в числе жертв насекомых. Октябрина Михелева и Валентина Миронова каждое лето занимаются благоустройством своего двора. В этом году настроение 80-летним бабушкам портят кровопийцы. Такого нашествия комаров пожилые женщины за всю жизнь не припоминают. Как говорится, рот открыть даже нельзя. Я вот иду туда, начинаю что-нибудь делать. Ну не могу. Уже купила за тысячу этот крем, какой он называется, брызгаться. Не помогает. Утром намазалась, вот сейчас вышла, опять намазалась. Не помогает. Чиновники еще признают, что средств в этом году на санитарные мероприятия выделено меньше. Если год назад комаров травили за 160 миллионов, в этом за 134. Мы не только на следующий год будем стараться. Будем в этом году просить, соответственно, в город надо как-то выходить из-за положения. Будем просить деньги. Кроме того, если обычный бактерицидный препарат против мошки выливали в Иртыш три раза, то в этом сезоне планируют только два. Распыляя яды на левом берегу Иртыша, подрядчики и коммунальщики забыли о притоке речки Теплая, в которую сливается технологическая вода промышленных предприятий АКСУ. Но препарата крайне мало, если честно, для такого объема. Прямо очень мало. И мы стараемся, нам дали указание, что стараться и под этот препарат, то есть выявлять где более, туда его, да. Почти 20 лет за комарами и мошками наблюдает канат Ахметов. Доктор биологических наук считает, что больших отставаний в протравке нет, а основной причиной нашествия комаров могло стать сокращение числа водоемов, подвергающихся обработке. Однако истреблять полностью гнус нельзя. Хорошим считается показатель, когда уничтожается до 80% личинок. Вместе с этим необходимо помнить и о заболеваниях, которые переносят насекомые. Так, укусив человека, мошка может оставить в ранее возбудители сибирской язвы и туляремии или вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Место укуса начинает воспаляться. Почему? Да потому что туда он впрыскивает, мошка впрыскивает из слюных желез вещество симулин. Происходит местное отравление симулином. И вот симулиновая реакция такая аллергическая дается. Ответственные за протравку пообещали исправить ситуацию. Но в следующем году и за 200 миллионов тенге. Этот летний сезон обещает стать для повладарцев испытанием. Одна надежда на стрекозу, естественного врага мошек и комаров. Обычно она появляется в конце июня.